Жители микрорайона Ботанический могут остаться без горячей воды и отопления, а их управляющей компанией грозит банкротство. Ресурсоснабжающая организация уверяет, все из-за того, что ПСК «Союз» в течение полутора лет не оплачивала платежи. Почему возник долг в 68 миллионов рублей, узнавал Семен Кухтин. 70 миллионов долг? Это как это так? Удивление Валентины Ивановой вызвало новость о том, что и управляющая компания «Союз» должна к Ростеку почти 70 миллионов рублей за отопление и горячую воду. Ведь, как и большинство жителей микрорайона Ботанический, она исправно оплачивает все далеко не маленькие счета за квартиру. Плачу я за квартиру в среднем 5 тысяч, оплачиваю ежемесячно 20 числа. Где-то до 20 числа я вношу эту квартплату. Факт того, что жильцы Ботанического платят ПСК «Союз» деньги за все коммунальные услуги, подтверждают и официальные данные. 90% собственников не имеют никаких задолженностей перед управляющей компанией. Однако деньги до поставщиков тепла не доходят. Этот долг создался в течение полутора лет с весны прошлого года. И за это время не было без судебных решений оплачено ни одной суммы. Даже имея судебных решений, которых на сегодняшний день у нас неисполнены 5, это ими покрыта большая часть долга, мы не можем их исполнять с помощью службы судебных приставов, потому что на счетах Союза нет денежных средств, которые можно было бы списать. Критическую ситуацию в теплоэнергетической компании намерены решить радикальным способом – судебным решением о признании ПСК «Союз» банкротом. Сегодня заявление подали в арбитражный суд. Представители общественной палаты города внимательно следят за развитием ситуации, ведь дело касается интересов горожан. Собирая деньги с людей и не передавая их, как положено, дальше, тем самым фактически увеличивает риск для безопасности жителей поселка Ботанический. На сегодня в разных стадиях банкротства находятся 24 управляющие компании. И в Кросстек считают, что ПСК «Союз» пополнит их ряды. Саму управляющие компании официально ситуацию не прокомментировали. Семен Кухтин, Александр Тропин, Новости ТВК.